Вы знаете, само по себе компромиссы в вопросах веры это очень широкое понятие, потому что порой вопросы веры мы можем записать как какие-то истины Слова Божьего, точно так же, как какие-то правила, обычаи той церкви, общины, которую мы посещаем. И тут, если вопрос касается Священного Писания, там ложь, убийство, отречение от Христа, то тут нужно четко понимать, что здесь, если мы идем на компромиссы, даже когда они кажутся нам маленькими, в мелочах порой зарыты, конечно, очень опасные вещи. Недаром часто говорят, что лягушку можно сварить, когда постепенно нагреваешь воду с водой, она не замечает этого и в конце концов умирает. Точно так же, когда мы как бы меняем температуру вокруг себя, идем на компромиссы, маленькие, вроде бы так чуть-чуть потеплее, 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 в конце концов, кончается эта духовность смертью. Я это нередко замечал среди немало количества людей, которые в свое время посещали церковь. Если же компромисс касается установок той или иной религиозной организации или общины, то, конечно, несколько другой вопрос. Например, в каких-то церквах считается, что женщины обязаны на богослужениях находиться в платках, в каких-то считается, что совершенно это необязательно. Точно так же, какие-то церкви собираются в субботу, какие-то церкви собираются в воскресенье. И тоже немало вопросов есть в отношении этого. То есть есть какие-то правила данной церкви и данной общины. И вот тут очень важно понять, что для тебя это означает. То есть что для тебя означают вот те или иные правила. Если ты действительно считаешь, что твоя церковь, твоя община благословенная Богом, и ты хотел бы быть в этой общине, тебе, безусловно, нужно принять те ограничения, те какие-то, может, особенности, традиции, которые сложились в данной общине, в данной церкви. Хотя, может быть, ты их, может быть, не совсем понимаешь, но говорят, не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь. Если же ты не собираешься исполнять эти традиции, если ты считаешь их устаревшими, ненужными, даже, может быть, в чем-то вредными, то нельзя разрушать церковь изнутри. Ты должен тогда найти ту общину, где традиции, где какие-то устои соответствуют твоим пониманиям и твоим взглядам, и посещать уже эту церковь.